Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня у нас на обзоре нож загадочная лагерта совместный проект мастерской золотое золотое сечение и мастера Нестерова очень изящный замечательно исполненный такой канадцеподобный походный кухонек. Почему походный? Потому что к нему прилагаются ножны. Я сейчас вас с ними ознакомлю чуть позже. И конечно же действительно изящество сквозит буквально в каждой линии практически по всем параметрам этого ножа. Ну и не удержусь я от своих сексистских шуточек. Если вы зайдете в инстаграм золотого сечения, сейчас я вот буквально в данный момент в нем, и я вам зачитываю пояснение к этому ножу. Лагерта. Согласно хроникам саксона грамматика 12 века, северная воительница. Несмотря на свою миниатюрность и хрупкость, она обладала отменными боевыми качествами. То же самое можно сказать о нашем ноже, который с легкостью справится с любыми поставленными перед ним задачами на кухне или пикнике, несмотря на его скромные размеры. Увидев данную аналогию между северной воительницей и нашим новым ножом, мы назвали его загадочная лагерта. Ну что, мне сразу есть что сказать парням из золотого сечения и мастеру Нестерову. Парни, я сразу скажу, что нож на самом деле просто чумовой. Он выполнен филигранно, его невероятно комфортно держать в руке. Он прям реально, вот ты берешь в руку и такое ощущение, что это прям какое-то перышко, которое при этом оно рвется сразу же в какой-то рез, в какую-то работу. То есть он, вот как нож, действительно просто охренителен. Но блин, это даже не розовый. Камера не передает этот оттенок. Это даже не пинг, это какой-то тендер пинг, просто нереальный какой-то перламутровый. Понимаете, G10, по сути, это брутальный композит, неубиваемый. G10 стоит на миле, G10 стоит на реконе, на холдауте. В конце концов, G10 стоит на лимитированном ультрасе. И на It's Surgent лимитированном тоже G10 стоит. Кто и в какой вселенной делает G10 такого цвета? Просто Памела Андерсон и Пэрис Хилтон вместе хором охренели бы от розовости этого G10. А вот что бы сделала с оружейником воительница Лагерта, получи она меч с такого вот цвета рукоятью, остается только догадываться. Но в хронике саксонограмматика 12 века это бы точно попало. В общем, цвет рукояти вообще не соответствует названию ножа, то есть он вполне почему бы и нет. Ребята показали, какой у них есть, скажем, цветовой ассортимент, но по названию это скорее блондинка в законе, а не загадочная Лагерта. Очень-очень розовый цвет. Все, от лирики к физике. Длина ножа 218 миллиметров, длина клинка 100 миллиметров, ширина клинка 27 миллиметров, толщина по обуху 2,2. Вот оно 2,2 миллиметра. Обработка клинка очень красивый сатин, очень красивый. Вот он, видите, я ловлю в зеркало, он прям действительно ровненький, аккуратненький, тоненький. Вес 101 грамм всего. Сталь Беллер Удехольм Н690 60, 61 единица по шкале Роквелла, заявленная твердость. Рукоять тот самый G10, латунь, монтаж фуллтанк, ножны кожа. Стоит этот нож 4900 рублей. На самом деле 2,2 миллиметра от мастера Нестерова это комар на лету вскроется. Просто невероятно. Он прям чувствуется, какой он ну просто охренительно резучий. Просто вот к такому ножу его действительно реально вот брать в поход, как походный кухонник, и будет вам счастье. Но это мы еще увидим на тестах, потому что на самом деле здесь все. Вот все, что я люблю в канадцах. Я реально не самый большой фанат канадцев как универсалов и не самый большой фанат Несмуков как универсалов. То есть, ну, по канадцам и по Несмукам конкурентов золотому сечению в русскоязычном ножевом пространстве, а возможно и в мировых масштабах просто нет. Ребята на них съели собаку и не одну, и как вы видите извращаются просто как могут по канадским формам и по Несмука подобным, Несмука образным. Почему все очень просто? Потому что они, особенно канадцы, вот это вот моя любимая птичка, столь мною любимая на складных ножах, они полностью врез. То есть, канадцам можно строгать, безусловно, но это в любом случае в первую очередь именно нож для реза, для какой-то аккуратной работы, ну, пользовались ими трапперы там и так далее. То есть, по большому счету построгать можно, но именно в плане какого-то силового строгания и так далее, ну, зато резать вот им любую кухню, любые какие-то вот резательные движения это просто мечта, а два и два от мастера Нестерова это просто что-то нечто. Итак, погнали по ножнам. Ножны в противовес легкомысленному цвету рукояти, брутальные, спокойные, сдержанные, черная кожа, свободный подвес. То есть, по большому счету, ножны нужны для транспортировки ножа к месту пикника, к месту пребывания. Почему? Потому что, если нож будет висеть на женском бедре, то, конечно же, пожалуйста, почему бы и нет. Если бывалый турист-милитарист будет носить на поясе вот именно такого цвета рукоять, зато его пацаны будут всю дорогу угощать конфетами и утешать. Но это я, опять же, шучу. На самом деле, все сделано по уму и именно свою функцию транспортировки ножны выполняют. Понимаете, здесь такой момент, что если вы берете его именно на природу в какой-то не просто там пикничок порезать корзинку с фруктами, а реально куда-то так вот, чтобы забраться в бурелом и там пожить, так или иначе, у вас будет или основной нож или топор. Ну, понятно, топор, как вы разместите, это уже каждый сам для себя выбирает. Но в данном случае, я считаю, что если у вас какой-то основной тяжелый тесак на бедре, то в любом случае тогда лагерта пойдет именно как лагерный кухонник в рюкзак. Но, с другой стороны, молодцы, что они предлагают это в комплекте. Почему? Потому что есть возможность действительно и носить на поясе, есть возможность транспортировки. Это не просто кухонник, это именно походный кухонник. То есть, сами по себе ножны. Единственное, что им не хватает, если вы будете делать из более какой-то цветущей стали нож, то, конечно, здесь дыроколом пробить отверстие для того, чтобы клинок дышал, совершенно лишним не будет. А в общем и целом классика не вызывает особого восторга, но и отторжение тоже не вызывает. Нож прекрасен. Сколько раз я воспевал оду именно в форме канадцев и не устану это делать с точки зрения резательной. И на фиксидах, и на фолдерах, и на скелетниках канадцы реально рулят в резе. Это очень удобно, это действительно очень круто. То есть, если вы будете делать какое-то грубое строгание, против физики не попрешь, вот этот вот провал на два пальца, он так или иначе будет заставлять клинок крутиться, плюс у вас просто больше сил на удержание пойдет, больше сил придется тратить на то, чтобы именно нож контролировать в процессе строгания. Все, на этом, как говорится, все вопросы к канадцам заканчиваются. Почему? Потому что во всем остальном вы берете кухонным хватом, вы берете хватом, если вот таким вот образом, диагональным, у вас как раз таки очень удобно встают два пальца вот в этот вырез, и большой вот здесь вот в эту ложбинку встает, и совершенно спокойно можно резать, можно какие-то именно счищающие движения делать, рыбку почистить, как угодно там, что угодно, любое именно резательное извращение на ваш вкус, нож будет просто танцевать в руках. Ну, а я повторюсь, еще свежую зелень, какой-нибудь лавашек, мяско порезать, это просто супер сок будет. Нельзя не отметить приятную сборочку, G10 без всяких насечек, гладкая, очень аккуратная. Ну, отверстие для темляка здесь бы не помешало точно. Почему? Потому что вот если конкретно мы берем именно вот эту расцветку рукояти, то здесь бусина Hello Kitty от крымской бронзы, хотел сказать, она совершенно будет в тему. Просто я подумал вначале про Hello Kitty какой-нибудь такой, знаете, именно игрушечную бусинку именно вот с фигуркой Hello Kitty и представил от каких-нибудь серьезных бусоделов Hello Kitty в противогазе и с автоматом в руках, там, или еще какая-нибудь такая извращенная тематика. Кстати говоря, когда я стоял на стенде на выставке Arms and Hunting осенью, там для одного ножа были выполнены ножны из Кайдекса с Hello Kitty. И это был один из самых популярных предметов на выставке в целом. Все просто тащились с этого. Все спрашивали, как это заказать, сколько это стоит и как это купить. То есть, на самом деле, не врубаюсь я в потребности рынка и, возможно, то, что я сейчас вот так вот слегка подружески протроллил цвет этой рукояти, это совершенно не актуально, потому что, может быть, наоборот. Ну, почему бы и нет. Клиночек. Опять же, классический лепестковидный канадец. И здесь вот просто я его, когда держу, просто прям, вот вы знаете, он издает какой-то пугающий звук настолько острого ножа, что, например, если вот давать этот нож неопытному врезке человеку, то вы рискуете, если вы подарите, например, нож своей любимой женщине, женщине подобной, и она, ну, не совсем умеет обращаться со сверх-ультра-острыми ножами, то порез вполне возможен. Не гарантирован, но вполне возможен, потому что нож исключительно острый. С этим ножом будет совершенно скучный и абсолютно ненужный кухонный тест. То есть, я вижу будущее, он порежет все идеально. Это будет очень удобно, это будет очень остро. При чистке картошки не будет задевать кончик, потому что здесь сделана такая микро-пяточка аккуратная, вот такое тупье сделано. И 2,2 высокие спуски, прямые спуски от обуха, филигранная заточка, это будет просто boring, по-другому не скажешь. Но, конечно, порежем. Найдем какой-нибудь, я специально подготовлю какой-нибудь вечер с не очень хорошим настроением, и именно посредством этого ножа я себе настроение буду поднимать, работая с этим ножом. Ну и на филигранном, великолепном сатине у нас клеймо золотого сечения, и с другой стороны отпечатано на печатной машинке совместный проект с мастер-нестеров. В общем, просто суперски получился канадец. И возвращаясь к тому, о чем я говорил, что канадцы не совсем про строгание, они исключительно врез, то как раз-таки, по большому счету, на любом канадце 2,2 мм на обухе, это просто супер приветствуется. Почему? Потому что они и так невероятно режущая эргономичность, невероятно режущая геометрия клинка. Так еще и при этом с высокими... У вас действительно получается практически кухонник, но все-таки еще не совсем кухонник. То есть этим ножом можно большинство туристических задач выполняя, имея при этом на плечах голову. То есть по большому счету здесь действительно можно много чего им наделать, можно много чего им натворить. Все. Золотое сечение. Молодцы. Так держать. Ждем от вас новых новинок, ножей, которых нет ни у кого. То есть я имею в виду сейчас таких, как Беличий. Мне интересно, вот хватит совести или нет соседям по региону скопировать Беличий. Вот хватит или нет? Просто вот увидим мы нож Беличий один в один спертый под каким-нибудь другим названием, какой-нибудь другой мастерской или нет. Потому что одно дело переть друг у друга стерхи, гризли и прочую хрень, а другое дело Беличий, ребята, все-таки основываясь на каталоге 1895 года, они изобрели свой. Это вот как с сербом получится. Поглядим. Время покажет. Мне действительно любопытно, как. Хватит наглости или не хватит у кого-нибудь передрать Беличий. В общем, молодцы. Мастерская действительно растет, больше добавить ничего. Спасибо за просмотр, всего доброго, увидимся.